В преддверии Дня студентов в АДГ в рамках акции МВД России «Студенческий десант» молодежь посетит подразделение Республиканского гарнизона полиции. Данные мероприятия направлены на информирование граждан о специфике и особенностях деятельности подразделения МВД. Так, в течение всей этой недели для студентов будут организованы однодневные стажировки в различных службах ведомства. Это дежурная часть, пресс-центр МВД, управление ГИБДД, центр кинологической службы, а также отделы территориальных органов полиции на районном уровне. Также представители студенческой молодежи познакомят с работой общественного совета при ведомстве, его полномочиях и функциях. Сотрудники полиции АДГ спасли жизнь двухмесячному мальчику. Офицеры Рустам Ганежук и Аслан Богус оперативно доставили ребенка в больницу для оказания квалифицированной помощи. Об этом написал отец маленького Васи в благодарственном письме адресована министру внутреннего дела по республике АДГ, генерал-майору полиции Владимиру Алай. Материал Сергея Лизарова. Это первая в новом 2020 году благодарность в адрес сотрудников полиции АДГ и пришла она из Самарской области. В своем письме Василий Халявка выражает признательность сотрудникам Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Республики за отзывчивость и своевременно оказанную помощь. Семья направлялась в город Краснодар. Их путь пролегал через территорию АДГ. В машине находились родители и двухмесячный сын, которого также, как и отца, зовут Василий. При движении по автодороге Краснодар-Верхний Баканский малышу стало плохо. Дыхание было затруднено и он начал терять сознание. Зволнованный отец мальчика обратился к дорожным полицейским, дежурившим в тот день на 24-м километре трассы. Мы приняли решение посадить его жену с ребенком в нашу патрульную машину и направились в город Краснодар, в перинатальный центр, где ближайшая детская больница. На въезде ребята-охранники открыли нам сразу двери, не спрашивая, чего мы хотим. Сопроводили до поликлиники, где врачи встретили нас тоже. Вечером дорожные полицейские поинтересовались у оставившего контакты отца двухмесячного Васи с состоянием малыша. К счастью, его здоровью уже ничего не угрожало. Родители поблагодарили сотрудников МВД по республике Адыгея, отметив четкость и оперативность их действий. Кстати, эти факты подтверждает запись видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле. Мы получили те файлы и вот этот момент. Сотрудники полиции Адыгея приходят на помощь всем тем, кто в ней нуждается, и этот случай тому подтверждение. В данной ситуации, как и в любой другой, главной целью, безусловно, является сохранение жизни человека. Сергей Лизаров и Дмитрий Кучеров, программа «Вести», дежурная часть. Министр Владимир Алай провел первый в этом году прием граждан по личным вопросам. Кроме руководителей структурных подразделений ведомства, в нем от общественного совета приняла участие Елена Космачева. За помощью и разъяснениями к главе МВД обратились 9 граждан. Часть обозначенных тем касалась деятельности кадровых подразделений и обеспечения социальных гарантий сотрудников полиции и ветеранов. В приеме также приняли участие начальники служб и подразделения, по направлениям которых граждане просили генерала оказать помощь. Министр дал поручение тщательно разобраться по всем поступившим вопросам и своевременно проинформировать посетителей о результатах. Мы выходим на связь с пресс-центром МВД по республике Адыгея. Итак, слово передаю его представителю Исламу Дахову. Ислам, что еще нового произошло в эти дни? Здравствуйте, это первый выход в эфир студии пресс-центра МВД. И сегодня мы расскажем о некоторых мероприятиях, акциях и событиях, проведенных в ведомстве в январе. В эти дни во всех структурных подразделениях Министерства внутренних дел по республике Адыгея подводятся итоги служебной деятельности за 2019 год. В числе основных вопросов раскрытие преступлений и профилактика правонарушений, а также взаимодействие с правоохранительными структурами. В горной части Адыгея круглосуточно несут службу мобильные наряды полиции. Их сотрудники оснащены всем необходимым, в том числе и автомобилями повышенной проходимости. Ежесуточно в туристический кластер выделяется от трех до пяти таких нарядов. Отдел МВД России по городу Майкопа приглашает на службу в полицию преимущественно лиц мужского пола на должности младшего начальствующего состава. По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с личным составом по адресу город Майкоп, улица Жуковского, 25 или по телефону 59-63-77. В Адыгее состоялись первые в 2020 году соревнования «Общество Динамо» по волейболу, посвященные 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие 16 коллективов физической культуры. Финальные состязания состоятся в начале февраля. Далее коротко о некоторых наиболее заметных преступлениях и происшествиях. Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных отделов республиканской полиции присвящен оборот более 500 единиц некурительных смесей и снюсов. Продукция изъята из продажи и направлена на исследование. С начала 2020 года на территории Адыгея зарегистрировано 6 фактов хищения мобильных устройств связи. Наибольшее их количество совершено на территории республиканского центра. Полиция призывает граждан держать при себе сотовые телефоны, особенно находясь в общественных местах. В Кашихабльском районе полицейскими присвящена незаконная деятельность 41-летней местной жительницы по продаже суррогата. Теперь ей придется заплатить крупный штраф. Кроме этого, за повторную реализацию некачественного алкоголя двое мужчин в возрасте 54 и 72 лет стали фигурантами уголовных дел. С начала января зарегистрировано 6 краж из квартиры и домовладений. Большая часть из них произошла в Майкопе. В основном – в дневные часы. Проникнуть в домовладения неизвестные смогли путем отжима металлопластиковых окон. Сейчас в рамках уголовных дел оперативники устанавливают их личности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова